портал детали главные новости израиля и мира здравствуйте в эфире телеканал этом тв программа тема дня меня зовут александр гурарье наш гость сегодня гарри юрий табах капитан первого ранга военно-морского флота соединенных штатов в отставке гарри здравствуйте рад приветствовать у нас в эфире здравствуйте александр здравствуйте александр спасибо огромное можно я только вас чуть чуть поправлю потому что вы всегда меня вот очень так здорово представляете но это не военно-морской флот это военно-морские силы военно-морские силы но в маэс в маэс хорошо в маэс значит в маэс но значит я начну с того что в израиле продолжается война продолжается война которую начал седьмого октября хамас вторжением вторжением через границу вторжением в израильские населенные пункты были захвачены несколько населенных пунктов находящихся вдоль границы был на некоторое время почти захвачен город с дерот я подчеркиваю почти потому что он не был полностью оккупирован и оттуда их быстро выбили погибла на данный момент около тысячи израильтян известно это самые крупные потери израиля после значит на первом месте у нас война за независимость по количеству потерь и на втором месте война судного дня вот это сейчас на третьем месте при этом я подчеркиваю что войне судного дня практически не погибли гражданские лица а вот из тысячи человек которые погибли сейчас это большинство это гражданские то есть такой резни и расстрелов которые устроили хамасовцы на территории израиля не было в истории нашей страны практически еще никогда это ну как мы говорили знаете что исламское государство игилл с завистью купить курит сторонке такого даже они себе представить не могли а юрий ваше мнение на то что произошло то есть вы как бы смотрели со стороны я понимаю что нет еще точных ответов как это произошло что но тем не менее ну спасибо ну во первых я сегодня думаю что вообще никого со стороны нету люди должны понимать что это все общая война и все между собой связано если я что-то где-то чего-то в чем-то понимаю имея опыта в терроризме борьбе стариц мы на это я подратил всю свою карьеру можно так сказать и российских террористов или советских террористов кто кто я я что-то знаю про это дело но сначала я хочу что сказать конечно же соболезнования огромные израилю это трагедия не не колоссального библейского я думаю такого масштаба это это дата войдет в историю как одна из самых трагических дат израиля говорят у нас говорят что это наше 11 сентября я думаю что это даже хуже потому что в 11 сентября погибло 3000 человек из 300 миллионов здесь 1000 из 9 миллионов и это несравнимо и также нашу границу не так проломили как ваш ну в первую очередь я хочу вот мои соболезнования но в то же время сказать евреи не такое переживали и это тоже переживется во вторых я хочу отчего сердца поблагодарить вот сегодня я вчера ночью вернулся в майами и сегодня же мне уже сообщилась украинская диаспора что они будет митинг протест в поддержку израиля то есть украинцы которые говорят пришла наша очередь выходим на улицу и поддерживаем израиль это было для меня приятно также хочу отблагодарить своих братьев по оружию украинцев которые сегодня на всех каналах выступают в поддержку израиля в поддержку израильских войнах это их побратимы и все эти антисемитские там выходки это все выходки я думаю кгбшные в основном не будем говорить там нету есть и испытывает это и сейчас будут конечно же играть на этом также хочу подчеркнуть чтобы все понимали что это я говорю как профессионал что дирижер всему этому белый дом первая скрипка это путин хамас это там певицы оперная это иран а хамас это вот это вот дебилы которые сидят в в аудитории хлопают и аплодируют этому всему их используют палестинские народы они они пострадают сейчас больше чем кто-либо другой но это все один оркестр это все один оркестр и меня больше его поражает то есть я как человек который в этой профессии довольно таки долго я не говорю что там экспертами люблю когда меня называют эксперт но это наверное я больше понимаю чем средний человек эту границу как 11 сентября как война судного дня как даже война за независимость израиля какая любая другая это несравнимо потому что эту границу южную в израиле просто так с калашниковыми проломить нельзя было да я думаю даже и станками нельзя было проломить это был это одна из самых форцифицированных границ в мире там столько дронов там столько просматривается прослушивается про 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 стукивается что если даже все солдаты уснут все равно пройти невозможно там рассчитано на все поэтому это такой же какой-то почерк как и в украине вдруг разминировали, вдруг они зашли, вдруг мосты не взорваны. Это внутренняя крыса, причем не одна, она, наверное, большая. Но дирижер из Вашингтона, журналисты спросили, значит, смотрите, господина Бернза не слышно, нашего главы ЦРУ. Где он? Человек, который все время выступал, все время был пропал. Ни слова от него нет. Где ЦРУ было в это время? Только господин Блинкин теперь пытается как-то отговориться от всего этого. Его спрашивают, подождите, а вот 6 миллиардов, что дали Ирану, это разве не возбудило точно так же, как когда дали 280 миллионов 21 января 21 года, первый же день, когда пришел Байден в Белый дом, взяв у Украины это и передав Палестине. И тогда начался бараш Израиля. Вот вот эти 6 миллиардов. Знаете, что он ответил? Он сказал такую вещь, он сказал, да, эти 6 миллиардов еще не используем, но эти 6 миллиардов будут использоваться только для гуманитарных, для медикаментов, медицинского оборудования, еды, но не для терроризма в Иране, не для спонсирования значит, Хамас или Хазбулы или какой-либо другой террористической организации. Говорят, да, но эти деньги освободили другие деньги, которые раньше тратились на медицину, на все остальное. Говорят, да, это да. Ну, на терроризм эти деньги... То есть, типа, у нас купюры меченые, вот эти помеченные купюры, они не пойдут туда. Ну, это примерно тоже так ту же глупость, что я не люблю критиковать. Ну, каждый имеет право на там ошибку или оговорку. Я думаю, ну, это то же самое, когда президент Зеленский сказал, нет, нас воруют деньги, но не американские деньги, а только наши деньги. Вот американские, они не трогают. А если я с вами иду в партнерство, я вам говорю, да, Александр, я ворую из нашего бизнеса, но я ворую только то, что я вложил, а то, что вы вложили, я не трогаю, понимаете? Поэтому вы не можете на меня обижаться. И это примерно то же самое. Говорят, да, эти деньги, но это не те деньги, которыми спонсируется Хамас. Хамас спонсируется другими. Тех деньги, которые эти деньги освободили. Теперь у них и появилось больше денег. И вот это чем спонсируется. Понимаете, у меня такое впечатление, что Госдеп и Министерство иностранных дел Украины – это одна организация. Но это они одинаково разговаривали. Одинаково. И люди говорят, мы что, идиоты. И вообще это были не американские деньги. По американскому закону эти деньги принадлежат Ирану. И они просто застряли в Южной Корее. И мы Южно-Корейское освободили. Потому что по закону это все-таки деньги Ирана. По закону. Ага. Значит, мы теперь с Хамасом по закону будем действовать. Они по понятиям, да? Ну, какие понятия? Это непонятия. Это война. Это то же самое, когда вышел Блинкин и сказал, пока идет мы за Украину. Мы все, мы с Украиной будем до конца. Идет это, но он выходит. И когда с Пригожиным идет это, смотрит, нет, но Украина не должна никаких действий принимать против России. Надо, чтобы Россия стабилизировалась, Путин стабилизировался. И только тогда украинцы теперь опять смогут возобновить свои действия против России. А до этого нет. Вот почему у вас же идет тоже смута там с Натаньяху и со всем остальным у вас в правительстве. Я точно там деталей не знаю. Но почему же наш Госдаб не вышел, не сказал Ирану и Хамасу сказать, нет, на Израиль сейчас не налетать, не провоцировать Израиль. Надо, чтобы в Израиле все сначала стабилизировалось, а потом продолжать войну против ваших этих оккупантов, этих фашистов, этих вот израильтян. А до этого нет. А здесь вот в Украине, поэтому это все в одной связке. А, Юрий, вот вы сказали, откуда. И сегодня, и сегодня, Александр, и сегодня посмотрите на цены на нефть. Та же самая картина. Кому это выгодно? Кому это выгодно? Кто теперь будет за эти деньги убивать украинцев? Это все между собой связано. В 73-м году Советский Союз должен был разрушиться. Все, он обанкротился. И тут их спасла война судного дня. Цены на нефть залетели, и Брежнев вздохнул с облегчением. Каждый раз одно и то же. Каждый раз одно и то же. Теперь, что у нас сегодня происходит? Еще раз подчеркиваю, благодарю братцев украинцев и здесь, в Америке, и в Украине, которые сегодня поддерживают Израиль. И вот сегодня мы все это поддерживаем. Но что сейчас будет происходить? Вот даже с авианосцем, который вошел, идет... Нет, уже один пришел. Авианосная группа, да. Сейчас уже голосовет, а что это Израилю помогать, а Украине нет. Почему для Украины наш флот вывели из Черного моря, а как Израиль, так флот послали туда? Ну, во-первых, авианосными группами террористов вы не победите. Это не против Хамаса. Ну да, это предупреждение Ирану. Это предупреждение Ирану, да. Дальше, что мы имеем? Теперь в Конгрессе у нас началась спор. А наши деньги закончились. А как же Израилю помочь? А Израиль теперь говорит, гоните нам оружие, которое вы забрали из наших припозышений. То есть это оружие ушло Украине. И теперь Израиль... Секундочку, надо пояснить, Юрий, надо пояснить нашим зрителям. Значит, в Израиле есть склады вооружений, которые принадлежат армии Соединенных Штатов, которые, значит, расположены... У них такие склады имеются не только в Израиле, насколько я понимаю, но и в целом ряде стран, которые... Ну, это как бы территориальный склад, который необходим армии Соединенных Штатов в случае каких-то возникновений военных действий в нашем регионе. И по договоренности Израиль в критических ситуациях мог воспользоваться этим оружием, этими боеприпасами для каких-то своих нужд, когда идет война. В принципе, так и уже было. И вот буквально несколько месяцев назад с этих складов американцы забрали довольно приличное количество оружия и передали в Украине. И, насколько я знаю, не успели еще восполнить полностью то, что они забрали. Они... Это... Там это договоренность. От этого склада ключ находится и у израильтян, и у американцев. И там должно быть все совместно. И израильтяне согласились передать какое-то там оружие для Украины. Передать его. Но это было втихаря сделано, что без шума там. Все... Оружие это не израильское, это оружие американское. Американское, но... Оно принадлежит Америке. Да, но оно предназначено для Израиля, если в Израиле война. Иначе бы оно там не находилось. У нас много такого есть. Вот что такое land lease, где заводили... Land lease это оружие все равно наше. Мы вам его даем в долг. Вы можете пользоваться, а потом вернете то, что осталось. То, что не осталось, забудьте. То есть, что они говорили? А сейчас мы на халяву получаем, и все, это наше. И делаем, что хотим. Нет, все равно вы делать ничего, что хотите, не можем. Просто при land lease это оружие наше. Это как бы мы участвуем тоже в войне. Но это уже другая история. Но дело все в том, что теперь и теперь израильтяне требуют, значит, чтобы установить. Так у нас в Конгрессе идет как-то кому помогать? Израилю и Украине? Теперь идет Белый дом выходит? Нет, нет, нет. Мы поможем и тем, тем. Вдруг у нас оказывается всего достаточно. Достаточно помочь Израилю, достаточно помочь Украине. И украинцы говорят, подождите, как за Израиль пришло время, так у вас все появилось. Ага. Это почему? Потому что у демократов, к сожалению, большинство евреев в Америке и сколько сейчас, ну сейчас уже меньше, ну все равно где-то 70 процентов голосуют за демократов. Это их сильное лобби. И тут они сразу отреагировали, что нет, все-все-все будет. Не волнуйтесь. Да, мы проворонили, да, мы все это подыграли опять Путину, но мы вас не бросим. Ну где это оружие? Теперь они говорят, нет, давайте из этих пакетов вытащим, отдельно будем голосовать за Украину и за Израиль. Сколько кому чего дать. Другие говорят, нет, давайте это объединим в один пакет, чтобы голосовали и за Израиль, и за Украину одновременно. Ну так или иначе, это вбили кол между опять Израилем, президентом евреем Украины. И все это вливается уже сейчас в антисемитские высказывания, в злобу, в раздор. Значит, кому когда надо помогать. Здесь-то вы воюете против парочку террористов. Тут же люди не видят, что это там Иран и Россия ввязано в это. А здесь украинцы, братцы, воюют против ядерной державы, которая намного больше, да Израиль все равно сильнее. И вот этот раздор и вот эти споры, кому это на руку? И опять же, посмотрите на цены на нефть вчерашней. Кому это все на руку? Кому все это подыгрывает? Дирижер этого концерта сидит в Белом доме, или не в Белом доме, а возле Белого дома. Я не думаю, что это Байден. Я, мой личный, вот мое личное мнение, это Обама. Он так и не уехал из Вашингтона, поэтому он там и остался. Единственный президент, который нарушил эту традицию. И вот эта вот команда, потому что в Белом доме это вся старая Клинтона-Обамовская команда, которая сдала Крым, которая заставила писать Будапештский меморандум. И это дирижер. Первая скрипка – это Россия. А певица – это Иран. Поэтому, да. Я хотел продолжить, так сказать, уже более вернуться, так сказать, в наши героя. Значит, что вы думаете по поводу того, что было заявлено, что командующий, я вот боюсь соврать, как правильно называется должность генерала Курила, который заявил, что мы считаем нападение на Израиль, нападение на Соединенные Штаты. И в случае, если Хамас попробует, Хамас, извините, Хизбалла попробует вмешаться, то, значит, мы отдадим приказ на открытие огня, на поражение. Насколько это серьезное это заявление и насколько, так сказать, намерены американцы вмешиваться в это, на Ваш взгляд? – Ну, смотрите, я не знаю, я не могу предсказать будущее. Дело все в том, что надо тоже понимать американскую психологию среднего человека, среднего американца. Средний американец понимает, что… не понимает, вернее, что такое Украина. Это каких-то для большинства американцев это какие-то русские, которые взбунтовались, не хотят быть русскими больше. Вот жили-жили тысячу лет с русскими, были русские, служили в советской армии, дрались с ними, там, красные флаги, все. А теперь как-то это сепаратисты такие. Большинство американцев думают, что Чечня – это другая страна, что это не Россия. А вот Украина – это часть России, которая решила отделиться. Но они как бы разделяют наши ценности американские или хотят быть, как мы, поэтому мы как бы им должны помогать. Но это, в принципе, там, это их внутренняя разборка такая. Ну и Россия. А Израиль под другое отношение у среднего американца. Опять же, я не могу говорить за всех американцев. Я говорю, обобщаю менталитет, как большинство это видит или воспринимает, хотя бы в моем окружении, из моих сослуживцев, американцев, которые не имеют отношения к бывшему Советскому Союзу. Они говорят, тут же, война с Израилем идет не из-за территории, а не из-за спичечных коробок на футбольном поле. Тут идет идеология. А Израиль – это наша идеология, это наша родина. Потому что у американцев родина, если вы возьмете американский паспорт, начнет читать цитаты, которые там сказаны. Это там freedom, independence, freedom, independence. Для американцев родина – это freedom and independence. Это не обязательно какая-то территория. Это сознание, это душа, это свобода и независимость. И Израиль – это кусочек Америки. То есть Израиль – это кусочек Америки, который находится где-то там в средневековье. Вот эти дикари не хотят. Это иноземное тело для них. То есть они достать до Америки не могут по нам ударить. Вот 11 сентября у них это получилось. А так, в принципе, нет. Но что они могут сделать? Они могут достать до нашего кусочка, который находится там, среди них. С высоким уровнем жизни, с отношением к правам человека. Ну, страх. Все, что мы, там, отношение к геям, отношение к женщинам, по сравнению с тем, которые там через несколько километров совершенно другое, да. Поэтому у нас тут тоже шел протест. Это были ЛГБТ, что-то такое еще за Палестину. Ну, как можно с этими людьми о чем-то говорить? Ну, да. Их бы туда на денечек как бы там порвали. Да. И все. Они больше... Израиль же принимает ЛГБТ-арабов. То есть те, которые оттуда бегут и говорят, слушайте, я гей, меня там убьют. И такие они приезжают в страны. А эти, значит, против. Но это вот, я не знаю, что говорил генерал Курило, но эти точно обдолбанные. Поэтому они точно что-то обкурили с чего-то. И поэтому, конечно же, у нас Израиль воспринимается чуть-чуть по-другому. У нас Израиль воспринимается, что это часть нас. Если с Украины, да, мы разделяем их желание быть как мы, а Израиль это мы. Это уже мы. Поэтому, конечно же, тут отношения. Но это, опять же, еще раз призываю всех, братцы украинцы, братцы еврейцы. Это вносит. Сейчас пойдет еще больше раздор. Сейчас пойдет раскол. Почему вы помогаете им, а не нам? Мы вам ближе, мы вам роднее. А эти говорят, а мы же с ядерной державой. Мы же вас защищаем. И вот это вот. И те, и другие защищают весь мир. Если Израиль это острие копья против зеленой заразы, то Украина это острие копья против вот этой красно-коричневой заразы. И та, и другая зараза нас убьет. Они воюют, и те, и другие, за всех, за нас. Они воюют с тем, что нас убьет. Или то, или другое. А то или вместе они на нас убьют. Поэтому вот этот раздор, который сейчас носится, а внес его, опять же, я считаю, белый дом. Этот раздор. А сегодня, вы знаете, что в Белоруссии, везде, во всех этих хороших русских, во всех этих оппозиционных, вы знаете, о чем они говорят? Знаете, кто виноват? И в Израиле, и в Украине во всем. Белый дом. Не Путин. Не Путин. Нет, они так что с ума сошли. Даже не говорите такое при них. Ну, Медведев, кстати, сказал, что это самый большой провал Америки, сказал этот сам Медведев. Ну, это значит, что он подчеркивает, что они в этом участвуют. Трамп. Трамп виноват. Сейчас вот они везде говорят, что это Трамп. Главное, чтобы Трамп не пришел к власти. Они продолжают воевать с Трампом. Вот что. Опять же, это то раздор. Какой Трамп? Где Трамп? Два года еще, если может быть, когда-нибудь, может быть. Но вот они уже начинают, значит, вот это вот. К этому вот два года меня вот очень сильно интересует. Все-таки я возвращаюсь к своему вопросу. Насколько вам кажется, достаточно вот одна авианосная группа здесь, вторая заходит сейчас или зашла уже в Средиземное море, идет. Может ли это свидетельствовать о планируемой операции против Ирана? Достаточно ли это для удара по Ирану? Или все-таки нужна гораздо более серьезная подготовка? И так вот с кондачка это не делается? Ну, это не с кондачка. Во-первых, у нас нету ничего без плана. У нас план на пять лет вперед, на десять лет вперед. У нас сидят Генштаб или объединенные штабы и планируют все время. Что, если они придут оттуда? Что, если получится так? Что, если получится сядь? У нас тысячи сценарий каждый день разрабатываются. Поэтому это не секрет. Поэтому наше бегство из Афганистана – это спланированное действие. Это не просто так бум случилось, и все сказали, а, да, конечно, текаем. Бросаем все, бросаем союзников, бросаем все, бросаем там наши… Кстати, говорят сейчас, что и находят оружие уже, которое Хамас применил. Это то, что мы бросили в Афганистане. Не знаю, подтвердиться это нет. Расследование должно быть. Я уверен, что оно будет, и это будет очень болезненно. Но ничего так со скачка у нас не происходит. То есть у нас есть планы, и эти планы уже 40 лет разрабатываются. Если что, мы будем делать с Ираном, если будет… У нас даже есть такой «Иран» и «Ирак». Там одна буква – разница. У нас еще такое говорят, что Буш, он же троечник был в школе, что он плохо читает и пишет. Он перепутал одну букву. Надо было нападать на Иран, а он написал «Ирак». Он ошибся, грамматическую ошибку сделал. Но это анекдот у нас такой идет, что не на ту страну напали мы тогда. Так что у нас, конечно же, это просто так не делается. Но опять же, тут нужна будет политическая воля, цены на нефть, бабки, бабки, бабки. Не, но для Байдена это шанс вот сейчас использовать вот этот предлог для того, чтобы напасть на Иран, для того, чтобы потом отчитаться, потому что отчитаться перед своими избирателям и показать, какой он крутой. Все же кричат, что Слиппи Джо, он как бы не может быть президентом, он спит на ходу, а вот и он покажет, какой он крутой. И втянет нас еще в одну войну. Иран – это не Ирак. Во-первых, и территория сложнее и больше, и там горы, и там много чего. И это совершенно другая война, это намного сложнее. И у Ирака, у Ирана уже по всем подсчетам есть ядерный заряд, хотя бы один, хотя бы грязный. Это то, о чем предупреждали нас израильтяне все это время. И это создает огромную сложность. Я не знаю, втянет нас еще в одну войну долгоиграющую, когда у нас нет денег, и мы говорим, что у нас нет оружия, и все, мы уже потратили. Это хаос, это создает, они создают хаос во всем мире таким образом. И опять же, мы уже видим, что это все, значит, только не Трамп. То есть они уже все это поворачиваются. Все это делается для того, что вот такое впечатление у меня, что воюют с одним человеком. Он уже в такой мифический, он даже малый, собака расстраивается из-за этого. Но пока что гибнут люди из-за всего, из-за этого. Пока что каждый день гибнут люди, и это ужасно, я считаю. Спасибо, спасибо большое, Гарри Юрьев Табах. Так что держитесь. Спасибо, держимся. Я уверен, что это тоже, конечно же. И опять же, смотрите, там у нас много американцев погибло, и взятые, насколько я понимаю, много американцев погибло. Заложники взятые. И заложники американцы погибли, и убили американцев, они там. Что наш президент будет делать по этому поводу? Там погибли французы, погибли немцы. Немцы. Это же были дети, которые были на концерте. Разборки будут. И я знаю, что сегодня, как везде, в принципе, любая власть, как в Беслане, допустим, власть говорит, подождите, не говорите ничего, тихо, мы разбираемся сейчас, разберемся, иначе вы сейчас спугнете. И люди молчали. Но, в конце концов, матери сказали, слышите, вы сами это все устроили, сволочи. Где разборки? Вы свои задницы спасайте. Я думаю, что сегодня. Я знаю, что выходит очень много фейков. И в одну сторону, и в другую сторону. Малый! В одну сторону, и в другую сторону выходят фейки. Я призываю людей быть осторожными. Ну, выходит и правда тоже. Которые власти призывают, говорят, это фейки. Подождите, не трогайте. Блинкин сказал, не надо критиковать ЦРУ, не надо критиковать ничего. Конечно, не надо критиковать. Потому что тебе сейчас по одной местам берут. Но со временем, я думаю, израильтяне тоже это законопослушные люди. Я уверен, что к ним пришли спецслужбы и сказали, подождите, пока ничего не говорите. Мы разбираемся. Но придет время, когда они начнут ходить с фотографиями своих детей, начнут протестовать и требовать, чтобы власти что-то делали. Израильтяне очень чувствительны к этому, насколько я знаю. Они долго ждать не будут. Поэтому, если расследование быстро не произойдет, если не найдут виновных в этом, А тут израильтяне потеряли, во-первых, вот эту ауру, которая вокруг них была, что мимо израильтян ничего не проходит. Они все знают. У них Моссад везде. Он у меня, он за шторами здесь Моссад стоит, слушает все. Они все знают. Что уже, конечно же, потерял этот блеск Израиль. Что с ним никто никогда ничего не может, когда какая-то группа террористов смогла прорвать такую границу. То есть, есть крысы где-то, есть идиоты. И в Израиле тоже евреи, у них нету серединки. Монополия. Монополии на гениальность у них нету. Конкретно идиоты тоже я знаю. Некоторых таких. И у вас на канале он частенько бывал. Вы знаете, что я вам никогда не дам забыть про это. И я тоже генерал спецслужб, Моссадовец такой у вас был. И, короче, в кавычках я шучу, конечно. А то люди сейчас правду воспримут это как сервер. Поэтому я думаю, что начнется разборки, начнется раскол, начнется смута. Все это на руку русским. Все это на руку Ирану. То есть, это начнется, это неизбежно. Потому что чем быстрее будет расследование и в Соединенных Штатах Америки, и в Израиле, и в Украине, тем менее болезненно это пройдет. Если мы будем действовать как россияне в Беслане, затыкать рот и пытаться скрыть, пытаться замести это, то, напомню, и нашим властям, и израильским властям, и украинским властям, не тот народ, не заткнете. И там тоже так, что это были горцы. Были бы русские, они бы сидели, молчали в тряпочку. А те все-таки матери взбунтовались в конце концов. А здесь ждите бунта. Ждите дальше и ждите дальше. И президент тоже у нас такая вышла, что все говорят, а что же Трамп ничего не сказал? А Трамп как раз сказал. Трамп сказал, ждите. Эти террористы пришли к нам тоже с открытыми границами и с эвакуацией из Афганистана. Ждите у нас тоже террористическое. Но все почему-то сконцентрированы опять же на Трампе. И никто не говорит, а почему же Обама ничего не сказал? Почему же Буш ничего не сказал? Да даже Байден ничего еще не сказал. Сидят тихо. А наоборот, высказались, но уже сняли, правда, это со своих сайтов. Что обе стороны должны, обе стороны должны. Да, сезон переговоров. Да, да, да. Но, правда, уже говорят, сняли это с сайта Госдеп. Так что ждем дальше. Это еще не закончилось. Только начало. Спасибо. Спасибо большое. Гарри Юрий Табах, капитан первого ранга военно-морских сил. Не флота, а сил военно-морских сил Соединенных Штатов. ВМФ. ВМФ. Это составная часть. Военно-морские силы. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok.